всем привет сегодня у нас очередной подписчик в гостях автомобиль рено меган 2 с пробегом 200 тысяч и с целым букетом проблем первая проблема очень долгий пуск после длительного простоя сейчас она у нас как раз постоит остынет мы его продемонстрируем и покажем что делать нужно в поисках это неисправность вторая проблема нужно восстановить проводку и работоспособность верхнего кислородного датчика потому что тут все как-то на соплях и он не работает третья проблема периодически произвольно самопреизвольно на холодную когда мотор не нагрет включается вентилятор охлаждения при том что кондиционер тут не заправлен датчик давления уже отрезан датчик давления фреона и вентилятор просто начинает вращаться молотить на полную думаю проблемы с датчиком температуры ну и без осмотра подвески тоже не обойдется проблема при наборе скорости посторонний звук именно при наборе скорости смотрите до конца каждую проблему стараемся осветить проблема решения и все покажем так погнали по диагностике ручная блокировка фаза вращателя распредвала датчик температуры охлаждающей жидкости не когерентный сигнал интересно но обрыв цепи верхнего кислородного датчика нагреватель датчика обрыв цепи датчик давления холода гента выход за диапазон вот эти две ошибки по верхнему кислородному датчику думаю мы решим без проблем далее датчик температуры возможно как раз из-за этого у нас включается самопреизвольно вентилятор охлаждения да невозможно точно как я и сказал изначально ну и ручная блокировка фаза вращателя возможно у нас как раз вот эти долгие пуски на холодную тоже все по ошибкам тут замечательно видно давайте сейчас сотрем и посмотрим что у нас тут же проявится как бы поэтому мы знаем и верхний кислородный датчик пока работаем с ними ну и заодно пока будем восстанавливать проводку кислородного датчика посмотрим что у нас скажет где у нас обрыв на датчик температура охлаждающей жидкости да друзья по проводке тут косяков много вот этот плюс надо перезаделать до питание будет отрубаться вообще причем на бок управления двигателем они уходят и салон дальше вот я добрался до верхнего кислородного датчика вот так он висит у нас замечательно а вот этот жгут это у нас скорее всего идет на нижний кислородный датчик сейчас будем это все вызванивать искать хотя не по цветам похож по цветам похож так дальше тут вообще что-то с проводкой кип какая-то беда какой-то вот белый провод мощный силовой видимо на на стартер он уходит короче тут прям такие дровишки если честно кто-то тут тут говорит мотор капитале смотрите как жгут лежит жгут держать кошмар кошмар на выпускном коллекторе нету теплоотражающего кожуха знаете да как эти машины сгорают вообще дату а когда вот это вот шумка падает на коллектор даже не на сам коллектор она теплоотражающий кожух и таз воспламеняется как она быстро вспоминится когда упадет на коллектор на сам так друзья кое-какие работы уже произведены а именно во первых я восстановил разъем на кислородный датчик верхний прозвонил цепь от датчика до блока управления двигателем цепь исправна плюс прозвонил до коммунционного блока то здесь все исправно восстановил вот это вот плюс силовой закрепил нормально жгут уложил все провода сейчас там ничего не болтается ничего лишнего не торчит не мешает машина теперь не сгорит уже хорошо сейчас включаем диагностику делаем пробный запуск и возможно сейчас проявится как раз проблема по длительному пуску сейчас у нас бок управления начал опираться на показания верхней кислородного датчика и такая жесть с машиной происходит я теперь понял почему его отрезали и оставили в таком состоянии так ошибка по цепи датчика кислорода у нас пропала смотрим показания 0 527 вольт если сейчас на разомкнем цепь он будет показывать но 459 вот вот как нижний так вот он постоянно меняется кислород заходит вольтаж будет падать сейчас запустим и посмотрим какая жесть творится с машиной когда идет регулировка по кислородному вольтаж зашкаливает висит 1 и 1 вольт сейчас будет это очень богатая смесь у нас рисуется бок управления вынужден объединять смесь у нас падают обороты до 500 сейчас причем ошибок при этом не прописывать все хорошо режим работы без смотрите на мотор кстати надо попробовать принудительно объединить смесь давайте подсосу что не хочет так сейчас посмотрите как изменится работа когда я отключу кислородный датчик сейчас блок управления ошибку пропишет очень интересный момент как только блок управления у нас прописал две ошибки обрыв цепи кислородного датчика по нему у нас ушла регулировка вот он завис 0 459 вольт и по аварийной карте работы у нас более-менее все замечательно машина работает устойчиво обороты держит и даже их набирает короче верхний кислородный датчик у нас идет под замену короче друзья смотрите по кислородному датчику понятно мне нужен новый кислородный датчик и я надеюсь что мы потом заснимем вам результат после замены что все будет хорошо и замечательно по датчику температуры по включению вот мы смотрели контекст проявления неисправности то есть в момент пуска когда машина холодная в момент пуска вентилятор у нас включалась сейчас когда я восстановил два плюса на блок управления двигателем еще один провод восстановил который был коррозирный там на двух жилках держался тоже у нас запитывает которые датчики то же самое то есть момент пуска могла идти просадка по напряжению и датчик температуры мог просто глючить соответственно сейчас я сделал раз 40 запусков и ни разу вентилятор мне не сработал пока считаем что проблема решена нужно поэксплуатировать покататься посмотреть как это будет работать продолжаем дальше поднимая машину смотрим подвесом мне понравилось что будет не с подвеска все хорошо вот только при наборе скорости шум я к заезжал слышу как опорные подшипники у меня вот так вот прям работает эти как пружины рывками то есть это опорный подшипник он клинит и тащит пружины собой потом он расклинивает пружину так и вот эти учения мы слышу то есть если вы стоите на автомобиле вращаете рулем и вот такие бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу силы щелчки 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 нужно трогать пружину если вы по ней чувствуете вибрацию и топорный слышите шум но это похоже не ступичный как я принципе изначально и подозревал при наборе скорости у нас когда начинает под мотор с трансмиссии смещаться идет нагрузка на упорный подшипник правопривода знаем что у нас право приюту длинный и там есть промвал который держится на подшипнике похоже что это он шумит а это уже коробка отказы ем не показалось слева ки чучки сейчас взялся за стойка стабилизатором и колпачок снялся ну короче тут стойка стабилизатора вот она она не какущая она стучит это мелочь это мелочь главный рычаг справа целый так ну а теперь боюсь что это не подшипник промвала боюсь что это конец коробки давайте хейтери пишите акты по звуку как еще коробку определить все в масле живом капремонт недавно был так слушаем коробку еще раз тут уже ступудово подшипники дифа и вообще все подшипники в кучу по поводу кондерчика вот тут у датчика давления связь прямая с атмосферой ладно разъем снят трубка вот так сгрупплена но это по моему и ему делал чтобы она у него хотя бы по асфальту вот так вот не болталась а какая какая жесть скоро радиатор охлаждения подсвечет он без опор они справа пор есть слева нет тут какой-то люфтук есть а ты датчик абс явно работает датчик абс висит неподключенный а будет работать на позаду вопросов особо нет даже пружины целы что не свойственно для данного типа автомобиля а просто колеса за небольшие короче друзья конечно вердикт тут не особо утешительный но скажем так по мотору по мотору тоже есть вопросы именно по поршневой по стукам по гидрокомпенсатором с к мотор работает издается какой-то стук хотя он тут недавно капиталь капитале 8 мотор капиталка было ладно теперь нужно капиталка коробки заменить верхний ксердный датчик стойку стабилизатора граната наружнее справа люфт очень большой и опорные подшипники но это конечно все уже мелочи на фоне ремонта коробки и на фоне данного кань в контексте данного автомобиля друзья не доводите машину такого состояния обращайтесь проверенные сервисы где вам и капремонте вот в таком состоянии вот проводку не будут оставлять все сделать качественно честно где только найти такие сервисы да ну вот такой вот уставший миганчик нам приехал в принципе меганы вторые все больше и больше устают жизнь тяжелую не забудьте поставить палец вверх бахнуть в колокольчик и подписаться на канал пока меганы а меганы меганы мы Продолжение следует...